МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Яркий и активный", говорили об Андрее Самусенко учителя, увлекался спортом и рыбалкой, к точным наукам любви не питал, но очень старался. Друзей было много, а еще была мечта. Стать военным. Сбылась. Вопреки просьбам родных он подписал контракт и отправился на СВО. Спустя месяц героически погиб в бою. Об этом теперь знает каждый школьник Неженки. Здесь ему посвящена парта героя. Сдержать слез Людмила не может. Рана потери сына слишком свежа. Да и вряд ли она когда-то затянется. Он всегда хотел героем быть. Всегда военным хотел быть. Он бы рад был. Сослуживцы рассказали родным о том, какими были последние минуты жизни Андрея. Командира ранили первого. Его отправили в госпиталь. И Андрюша вместо командира назначили. А снайпер всегда убирает командира в первых. И вот он убрал Андрюшу. Мальчишки его унесли в трубу, спрятали, чтобы никак он истекал кровью. Отец бойца тоже находится в зоне специальной военной операции. А дома осталась семья. В 18 Андрей стал папой. Отцовства не испугался. Посвящал дочке всего себя. Хватало его внимания и на младших братьев и сестру. Для меня он был самым лучшим братом, так как больше проводился на времени. Всегда заботился обо мне. Всегда брал меня куда-то, чтобы я не грустила, не сидела дома одна. Всегда помогал с чем-то. Всегда приходил в нужную минуту. Я скучаю. На входе в школу в селе Ивановка всех встречают глаза еще одного бойца. Мемориальная доска здесь установлена в память о Сергее Ананьеве, который погиб на СВО. Для школьников он герой. Родные же помнят его братом, мужем, отцом. Очень умным, добрым и смелым. Когда в рамках частичной мобилизации он получил повестку, он не стал прятаться, искать какие-то ходы. Он с достоинством и с честью воспринял это и был направлен на специальную военную операцию. Сергей с честью выполнил свой долг. Он никогда не бегал за славой, но он ее достоин. Сергей Ананьев служил в мотострелковой бригаде. На связь выходил редко и был немногословен. 20 апреля он прислал свое последнее сообщение жене и сыну. Мои малыши, мы меняем место локации. Здесь стало небезопасно. Позже пришла роковая весть. Узнала дней через десять, но не поверила. Но вот такую новость принять было сложно. Узнала со слов сослуживцев. До последнего я не могла это допустить. Потом уже пошел ряд тяжелых моментов, когда мы там искали и так далее. Родные даже не знают точной даты смерти любимого. Похоронить его удалось только в октябре. А позже в Ивановской школе появилась парта в его честь. Сидеть за партой не пускают просто так. Это право нужно заслужить. Хорошей учебы, успехами в спорте и поведением. Каждую неделю мы учимся и ведем себя хорошо, чтобы в следующую неделю сидеть за этой партой. Это большая гордость. То, что именно нам выпала такая честь, что в нашем классе именно эта парта. Мы всем понимаем, что этот человек погиб. Погиб за нас всех, за мирное небо над головой. Во всей России стоят уже тысячи парт-героев. Как напоминание о том, что истинный патриотизм рождается и растет вместе с ребенком здесь, в школах. Школа Оренбургского района – активные участники Всероссийского образовательного проекта «Парта-героя». На сегодня 26 именных парт-героев установлены в 9-ти общеобразовательных организациях района. В Оренбурге их более 350. Они в честь участников Великой Отечественной войны, солдат локальных военных конфликтов и бойцов СВО. В память о тех, кто защищал интересы Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова